Что изменится в законодательстве о капитальном ремонте? Насколько вырастут штрафы по административным правонарушениям? Какие муниципалитеты получат деньги из федерального и республиканского бюджетов и на что? Об этом шла речь сегодня на заседании Кабинета министров. Жители многоквартирных домов, которые копят средства на капитальный ремонт, на специальном счете знают, что владельцы этих счетов должны ежемесячно отчитываться перед жилой инспекцией. Изменения в законодательстве уточняют, какие сведения должны предоставлять владельцы счета, в каком порядке и какие сроки. Вся информация позднее появится на сайте госжилой инспекции Чувашии. Вносятся изменения для прозрачности денежных потоков, пояснил исполняющий обязанности министра строительства Владимир Максимов. Об изменениях в законодательстве продолжила говорить министр юстиции Наталья Тимофеева. Ее ведомство сейчас уполномочено рассматривать нарушения в области использования объектов нежилого фонда. И наказание в Чувашии сейчас ниже, чем предусматривает КААП Российской Федерации. Настоящим проектом закона предлагается за нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, то есть распоряжением объектом государственной собственности без согласия Минюсту Чувашии как уполномоченного органа, размер ответственности с 1000 до 1500 рублей увеличить до 4000-5000 рублей. Михаил Игнатьев отметил, в соседних регионах, например, Татарстане, штрафы в разы больше. Так что более жесткий порядок должен уменьшить количество нарушений. О средствах на развитие села говорили два министра. Профильный Сергей Артамонов о деньгах, которые распределят между муниципалитетами на комплексное обустройство площадок под жилую застройку. На создание территории со всей необходимой инфраструктурой, электричеством, подведенным водопроводом, газом, дорогами направят 11 миллионов 800 тысяч рублей. Построить там дома смогут 120 семей. Глава Чувашии подчеркнул, землю там должны получать действительно труженики села, а не те, кто планирует обогатиться за счет перепродажи. Константин Яковлев говорил о распределении средств на поддержку в сельской местности культуры. На укреплении материально-технические базы, оснащение оборудования детской школы искусств, также подключение общедоступной библиотеки сети интернет и развитие системы библиотечного дела, также выплаты денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, общей сложности более 4 миллиона рублей, с федерального 1 миллион 400 с лишним, с республиканского бюджета выделено. Михаил Игнатьев уточнил, по какому принципу выбирались учреждения для поддержки и отметил, деньги небольшие, но стимул сотрудники культурных учреждений должны получить. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика.